Доброе утро! Сегодня обзор отеля Алая Убуд, 4 звезды. Отель находится прямо в центре Убуда и имеет такую территорию зеленую, закрытую, что вы даже находясь на территории отеля перестаете забывать, что за пределами отеля шумный центр Убуда. Здесь посажен в декоративных, понятное дело, целях плантации риса. Начинаем с самого конца отеля. Корпуса здесь с видом на рис. Номера в категории выше, чем стандарт в этом корпусе. У отеля есть два бассейна. Один длинный и второй типа инфинити с видом на рисовые поля. Здесь одно отделение, как детское. Дальше ступеньки во взрослые. Там наверху главный ресторан. Он как раз сейчас проходит завтрак. Номера все хорошие, красивые, но будьте в курсе, что во всех номерах это очень открытая планировка. Допустим, если это номера с видом на рисовой террасе. Я не совсем не очень помню название категории этих номеров. То ли премьер, делакс, то ли что-то типа того. Ну, высшая категория. Ванна стоит посреди комнаты. Мы живем в простейшем стандарте. Завтрак. И душ закрывается, отгораживается шторой коневой от самого номера. Туалет закрывается только стеклянной перегородкой, которая даже не доходит до потолка. То есть, если едете с малознакомым человеком, учитывайте это, это не очень комфортно. Территория очень зеленая, очень ухоженная. Вечером, когда уже темно, тут появляется много живности. Она как бы не мешает, но знайте, что она тут есть. В основном это лягушки. Их очень много. Можно идти по этой дорожке, они прыгают из-под ног. Также говорят, что сюда добегают обезьяны. Нам даже вчера показалось, что обезьяна у нас на балконе. Здесь строго надо держать, если вас нету в номере, держать балконные двери закрытыми. Потому что лес обезьян, он тут совершенно недалеко. И можно прийти, увидеть, что обезьяна кушает вашу еду в лучшем случае. У них в отеле Алая хороший спа, но дорогой. За пределами отеля много массажных салонов. Но надо понимать, что массаж в отельном спа намного лучше, чем в этих салонах. Потому что в салонах постоянный поток людей. И массажисты уже с уставшими руками. Поэтому вышли на вход, ресепшн. И тут классные барберы. Работает до 11. И вот он, само будь. За отелем есть супермаркет большой. Мне можно скупиться, он проглосуточный. Ну а дальше пошла. О, да, счастливые. Бары, массажные салоны. Вот наши же рисовые поля. Через них мы вернемся обратно в отель. Дальше я вам сниму. Или попробую снять завтрак. Отель неплохой. По стоимости он, конечно, намного ниже, чем если выбирать отели с рисовыми. С инфинити бассейнами, рисовыми террасами. Тем более можно поселиться здесь по минимальному прайсу. И покупать себе дейпас в такие отели. Дейпас может стоить около 500 тысяч. От 500 до миллиона. И в него входит и день купания, и даже какие-то спа-процедуры. И ланч. Все, пошла снимать вам завтрак. Африки, балая, ресурсы. Креши, бадан. Креши. Салат. Все есть, но достаточно сколько.